Добрый день, друзья! Сегодня у нас 23 ноября, полдень, 22-й год. Я не думал еще утром, что буду снимать этот фильм, но там кто-то на небе дергает за ниточки, а я уже давно знаю, что мы всего лишь повторяем то, что кто-то там от нас хочет. И не буду эту тему продолжать, а просто покажу вам вот это вот, что внезапно пришло в голову. Итак, значит, был у меня понедельник, сегодня у нас какой-то 21, значит, это было 20-го, кажется. Был у меня вебинар, я издевался над дамой, которая, похоже, купила диплом в переходе в метро Пушкинское, скорее всего. Вот. Ну, так уж получилось, что эту тему я не мог дальше развивать. Я отвечал на письма своих учеников, людей часто, еще плюс людей часто, сначала. Вот. И вот все началось с этого. Смотрите. Это маленькая часть вебинара, пусть пару минут я повторю. Вот. Вот. Гупость, естественно, несусветная. Вот. У нее доказательства страшные, что дерево не имеет права иметь нижнюю скелетные ветки, их надо обязательно отрезать. И вот что она натворила. Итак. Именно натворила. Ветка кривая, косая, появляется где-то в 25 сантиметрах от земли. Вот. Вот. Дальше я должен прочитать эмоционально, а то не поймете. Мы ее должны сохранить, мы должны возле нее прыгать. Ну, чтобы собственную спину поберечь. Вы поняли, что эта ветка 25 сантиметров обречена. Она же не знает, зачем в дерево нижнюю скелетную ветку. А спина у каждого человека одна. А то мы не знали. Вот. Гриба меньше. Если у вас там, заметьте, грибам подниматься сложнее. Я поэтому и написал. «Величайшее открытие этой самой беляковой». У грибов есть ноги. А может все же пыльца. Дело в том, что вы заметили в заголовке этого фильма будет стоять фамилия великого садовода Боднара. Великого для нас, садоводов-любителей, непонятого, непринятого наукой, к сожалению. Вот. А чтобы перейти к нему, я должен показать, до какой степени глупости, невежества дошло современное садоводство. Я не шучу. Я сюда включаю людей с настоящих, как бы настоящих, как бы ученых. Вот. И так. У грибов есть ноги. Докажут это. Трудей будет подниматься. И тогда она говорит, 8 сантиметров. Вот тут уж точно гриб не залезет. Поняли, да? Вот. Итак, гриба меньше. Вот. Дайте 8 сантиметров. Ну, тут и возникло у меня сомнение. А перед этим у нее было столько, ой-ой-ой. Что она тут творила, уча людей корячее деревья? Вот. Поэтому у меня возник такой вопрос. Но это все присказка. Вот это тоже был фильм. Показывали. Черешни. Мы уже ближе к воднору великому. Показывали черешни. Вот. Черешни бросают в горшках. В помещении. Вот это передний план. Видите? Штамп высоты дичайший. А теперь за его спиной он уже успел наклониться. Так. Вот смотри. Вот это дерево. Это вот. Я сделал так, чтобы они видели его лицо. Ну, зачем человек? Он выглядит неубедительно. Вот с такими деревьями. Вот вроде плодоносит. Но она уже как плодоносит? Она уже вниз растет. Все. Что же это за дерево такое? Длинное, хлипкое. И вот тут мы с вами подходим ближе уже к воднору. Вот. И вы окажетесь вольно-невольно, кто не знает, знакомы с величайшим человеком. Вот. 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 Это фотография сделал моему сорту. Это черешня боднара. Здесь несколько сортов. Мультидерево. Несколько прививок. На одном делал мой сын Сергей. Вот. Боднара царства небеса уже нет живых. И он уже ездил к его сыну. Пару саженцев у него прикупил. И пару черенков то ли купил то ли он подарил ему. И вот результат. А это Сибирь. Вот. Мы подходим к одному из, так сказать, феноменальных достижений. Боднара Борисовича. Это бородостойка черешни. Вот. Итак. Это моя внучка. Знаете, что она делает? Она косточки черешни собирает. Это, это, ну, другое уже дерево. Не вот это. Пусть оно будет немножко другое. Рядом растет. Вот. Высота до десяти метров. Упустил я этот случай. Хотя уже в Боднара знал, что надо их это вот так делать. Вот. Чтобы еще вот этого не было. Вот этого вот. Вот. И поэтому наглядные фотографии. Ждем. Птицы клюют. Полуклеванные. Они падают. И мы собираем. И я торгую этими уже, этими же, этими же коточками черешни модно. Больше никто. И, наверное, уже больше. Долго еще этого не будет. Потому что не разошлась она. Наука оказалась не нужна. Картина повреждений. Это я получаю письмо, в нем написано. Оно просто пришлось к месту. Картина повреждений, которые наблюдали в мае июня. Сибирский и еврейские садоводы. Выглядело так. Этой статьи. Чей-то, чей-то. Нижние скелетки, две ветки дерева. Мощные. Хорошо распускаются. Цветают. И даже завезут плоды. Верхние сейчас кроны. Даже у земостольских деревьев. Как будто с замерзшими, белыми листьями. Которые не распускаются. Ну, дальше это уже материал к следующим вебинарам. Ну, вот, дальше уже пошла другая тема. Сами видите. Злобное отношение к муравьям. Исповедуют такие люди. Якобы специалисты. Вот. Но это только для того, чтобы попали бедные муравьи под раздачу. Потому что ей нужно продать вот эти ядохимикаты. Вот. Вот. То есть она уничтожает целую вселенную муравьевую. Она не знает о их пользе. Она не знает, что все муравьев не будет. Мы все сдохнем с головы за несколько лет. Как только закончатся запасы пищи. Потому что новой пищи уже не будет. Вот. Она зарабатывает сребреники. Даже не деньги, а сребреники. Вот. Сравнивать ее с библейским персонажем не буду. Вот. Она просто зарабатывает сребреники. А теперь внимание. Мы переходим. Вот моя статья называется. Рядом с великим. Так. Сейчас надо заглянуть. Идет ли запись. Ага. Запись идет. Продолжаем. Итак. Борис Ботлер. Значит. Когда-то он был жив. Вот. И. Я повез с ним знакомиться. Своего сына. Сергея. Он агроном. Ну. Тоже работал на общей комнате. Он один из лучших садоводов России. Владелец лучшего питомника России. Мой сын. Кстати. Где он? Ну ладно. Ниже увидите. Вот. Но. Наука не востребовала. Даром, что диплом имеет. А. Гидростроитель Ботлер. Он. Он строитель. Да. Ну. Так случилось. Что. Он пошел дальше. Чем его коллеги. Из. Брянского института. Люпина. Там. Старствуют. Специалисты. По. Черешням. Которые. Умудряются. Эти черешни. Искалечить. Так. Они никак не хотят двигаться на север. А. Вот. Он. Ботлер. Смотрите. Эту. Фотографию. Делал еще раньше. Чем когда писал статью. Вот это дерево. 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 Ему исполнилось. Однажды. Ну. Ну. Лет. Тридцать. Сорок. Когда. Я. Она еще. Я. Доставал до верхушки. Не. Не доставал. Но. Ему было метра три. Я ел с него. Жрал. Плоды черешни. Это когда. Где-то. Примерно. Тридцать лет назад. Да. Оно уже было. Потом. Ему исполнилось. 15 метров. И. Он его спилил. Вот. Так. Не дождался. Никакого внимания науки. 15 метров. Выросил. Костик. Вот. Любуйтесь. Царство. Небесное. Я. Готов. На колени. Стать. Поклониться. Потому что. Он был. Один из тех. Первых. Первопроходцев. Которые. Сделали меня. Садоводом. Потому что. Я у него учился. У меня на все был свой взгляд. На вещи. Вот. Начала приобретать. Еще. В сельско-украинской школе. Потом. Все это было забыто. Вся эта. Система образования. Была похерена. И сейчас. Детей. Учат. Такому. Дебилизму. На этих. Уроках. Биологии. Что. Кроме. Оттупения. И. Ненависти. Статья. Она так и называлась. Рядом. С великим. Итак. Самый лучший. Самый успешный. Саинобарцев. Садовод. Бутна. Я его отнес. Категории. Деньги. Имею. Право. Науке не надо. Она не хочет. Этим заниматься. Не хочет. Бегать. Черешки. Знаете как. Его оппонент. В какой-то степени. Оппонент. С которым. Он. Познакомился. На съезде. Садоводов. России. Челябинске. Вот. Она пишет. Так. Своей книге. Вот. Вы видите. 8 меток. В одном ярусе. Черешной. 5 вырезаете. 3 оставляете. Причем. На кольцо. Вот. И так. Через метр. Еще один ярус. Опять так. В общем. А потом пишет. Что это. На север. Как-то. Движется. Но. Как-то. Не очень. Вот. И вот. Получается. Модно. Я вынужден. Цитирую. Чтобы. Ничего не упустить. Его искусство. Поворачивание. Самое капризное. Неморостойко. Культуры. Череши. Не имеет. И мира. Не имеет. И мира. Абсолютный. Мичуринец. И книги. Мичуринец. И Росадовая Библия. На данный момент. Это не просто лучший. Черешевый. Сад Сибири. Он единственный. У меня 9 деревьев. Черешевых. Ну. Это громко звучит. Сад. У меня. Он как бы. Вагон. А я. Терешка. Вот. Вот. Тут я согласен. Вот. Такой эпитет. То есть. Продолжаем говорить. Не просто лучший. А. Практически. Единственный. И учтите. Это друзья. Когда он будет вешать. Лапшу. На уши. Перекупщики. Садинцев. От. Якобы. Лучих. Сибирских. Плодопитомников. И тут я сделаю. Такую. Сложку. Итак. Когда я сюда приехал. Вообще 40 лет назад. Хакасия. Краснодарский край. С тех пор. И до сих пор. Любая вишня. Кислятину. На длинной палатушке. Называется. Черешины. Это пошло. Вот. От того. Что. Людям. Надо было. Продать. Вишневое. Легко. Дублируемое. Саженцы. Вишен. Итак. Первое поколение. Черешин. Было выращено. Борисович. Магазины. Косточек. Только. Потом. Отобрал. Самые. Зимастовки. Шарта. Гибриды. Поначал. На них. Отправить. Более. Капризные. Номороз. Свои любимцы. Вот. Ну. А. Я привез. Сына. Привез. Студентку. Она. Юлия. Матвеева. Она. Уделилась. Убедить. Своих. Руководителей. Только. Отправили. Официально. На практику. К фермеру. Вот. Справа. Это я. Справа. Убедите. Вот. Фермер уже. Вот. Когда. И. Она. Оказалась. Уникальной. Ученицей. Настоящей. Студенткой. Теперь. У нее. Своё. Дело. Омске. У нее. Теперь. Многое. Перенято. От меня. В том числе. И. Технологии. И. Культуры. И. Теперь. Уже. Промышленный. Питомник. У нее. Прекрасный. Вместе с мамой. Натальей. И. Другими. Родственниками. У нее. Получился. Меганский успех. Вот. То есть. Я ее. Не подвел. Так. Ну. Дальше. Вот. Позирует. Мой сын. Видите. Шли. Шли. Довольно. Довольно. Молодые. Вот. Моему сыну. Сергею. Тоже. Повезло. У. Борисовича. Не секрет. Вот. Молодежь. Ну. Это. Я фотографировал его. Вот. Вот. Видите. Заметно. Все. Приделы. Досягаемости. А. Вот. Это. Уже. Почти. Недосягаемо. Череши. Борисовича. Пусть. Я приведу. Середине. Вот. Тут. Знаете. Тут. Крутой. Склон. Вроде. Невысоко. А. Вот. Это. Череши. Да. У нее. Метров. Восемь. Просто здесь. Крутейший. Склон. Это. Высоченное. Дерево. Таким. Вот. Образом. Рискуя. Жизнь. Из-за. Мощного. Роста. Череши. Приходится. С детства. Им. Потрезать. Центральный. Проводник. И. Тем не менее. Большую часть. Роскошных. У. У. Птицы. У. У. Нас. Нет. Кровиных. Вот. Теперь. Посмотрите. Специально. Это. Учебный. Фильм. Итак. Центральный. Проводник. Отрезан. И. Внимание. Это. Упрек. На. На. Это. Особый. Снимок. Перед вами. Пень. Почти метр в диаметре. От. Самой. Большой. Пятнадцатиметровой. Черешни. Той. Что. Несколько. Лет назад. Была. Запечатлена. На. Ну. Вы. Напомните. Я. Показывал. Фотографию. Выше. Вот. Вот. Это. Такой. Пень. Остался. А. Она. Быть. Живая. Жива. Ну. Четырехсоточный. Участок. Огромная. Площадь. Пришлось. Пилить. Чему. Посадить. Несколько. Молодых. Горькая. Правда. Борисович. Известен. Оночным. Программ. Я лично. О нем. Пишу. Уже. Десять. Лет. Он. Так. Остался. Неостремленный. Притом. Фактически. Его. Внимание. Гибридный. Череш. Является. Самым. Наука. Его. Посадили. Да. Демократии. Садового. Любителя. Посадили. Даже. В этот. Самый. Президиум. Да. Он наступал. Три года. Его. Это. Аплодировали. Ну. Это. все. Вот. Итак. Шедевры. Белового. Первого. Зачения. Растут. Мешают. Друг. Друг. Смотрите. Все. Это. Уже. Недоступно. Все. Вот. А это. Я прокомментирую. Так. Редко. Кому. Удаётся. Врачи. Сажаться. У. Которых. У. Уступающие. Вкусу. И. Собратьям. Из Турции. У. Крым. Молдавии. Второй. Глаз. На улице. Первый снег. Тринадцатый год. Это было 10 лет назад. Он был ещё один дорог. На круглом столе. В городском музее. Да у нас тогда это. В сентябре выпал снег. И тут проходил круглый стол. Великий бодр. Угощает нас и англорцев. Последними черешнями. В сентябре. Знаете что черешня это. Народные овощи. В сентябре. Состоялась и англорская выставка. Это буду позже. И вы можете его очевидить. Роскошные. Вкуснейшие черешни. Абрикосы и сливы. И это в самый жестокий неуражальный год. Из последних тридцати. И в книге Борисовича. Двести экземпляров. Вот они. Видели. Вот они. Вот они. Эпилок от железа. Заметь. Он был жив. Просто я. После поездки к нему был. Под впечатлением. Таким. Поэтому я такой экземпляров не писал. И опять от меня в очередной материал. Веет тоской. Сколько раз меня упрекали в этом. Я вновь и вновь пишу. Уже нет почти никого. Возживут из тех. Кто созвал то что я называю. Санглорским феноменом. И из сады доживают. Последние годы. Оно это необычайное явление. Иметься аналога на всей планете. Давно было стать. Должно было стать. С одной мякой для мировой науки. Но вы не станет. Сколько раз меня упрекали в том. Чтобы у вас тепло. И столько же раз я отвечал. Случись наша самая теплая. Но по продолжительности. На два месяца более длинная зима. В Европе. Там бы не осталось ни одной черепси. Ни одного прикоса. Ни одной культурной сливы. Я бы не груши. Вот вам и ответ. Да. Для Борисовича. А до сих пор не сообщают. Против публичности. У него есть горький опыт общения с ворами. И с наукой. С ворами. Они воровали его саженцы. Наука. Призяли. Лапшу. Подавиши. 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 У вас это. Это. После реестра. Все. Диплом. Это сертификат. В этом черепу. Нарежу черепу. Уезжаю с концом. Вот. Вот. Так вот было. Последний поклон из силуэта легенды. В памяти друга посвящается моим воспоминаниям. Потом я вставил вот эту фотографию. Она уже наверное была почти предсмертная. Потому что. В двадцать первом году. По моему уже после нового года. Он умер. И вот здесь. Когда он еще был поздней осенью. Нарезал черепу. Семьдесят пять. По моему штук. Не помню. Я за них расплатился. И их разослал по стране. От имени Годнера. Вот. Он не хотел мне деньги брать. Пришлось силком. Ну как силком. Демонстративно деньги оставлять. И. На этом пока все. Теперь. Его нет. Есть сын. Ну сын. Как-то. Постепенно перестал общаться. Он работал в Масовом. Где-то в ДГСе. Сын Алексеем. Вот. Вот. Что сейчас делается с садом. Еще помню. Вот тот момент. Да. Это было. Вот как раз. В двадцатом году. Только. Осенью. Он мне горько показывал. Переросшие. Почти трехметровые садомцы. Которые должны были купить. Кому-то оставлял. И не приехали. И эти перероски. Скорее всего. Ну все. Придется врубать. Вот. Вот. Дали это. Вымахали. Еще. Получились уже не полутораметровые. А в трехметровые. Это была горькая. Правда. Вот. И вот так вот. Он ушел из жизни. Вот. Долго этого не заметила. И вот. Я написал. Сделал пару фильмов о нем. Затал так же. И еще вот этот фильм. Наверное. Я тоже назвал. Вот. Как-то нам. Вот такое уже название было. В памяти друга. Наверное. Вот так я его назвал. Этот фильм. Который вы сейчас увидите. Вот. Вот. Жалко. Еще есть много фотографий. Но. Их собрать уже все. Слепно. Глаза тоже уже плохо видят. Вот. Да только смотреть на них. Нервы мотать. Господи. Что мы потеряли. А. Называть фамилии тех кто должен был это самое. Выкупить у него все. Да. Говорю. Немножко даже ерничаю. Вот. Вот. К нему должны были приехать с Академию наук. Специально. С. Особыми полномочиями. Вот. С таким кошельком. Таким вот. Толстым таким. Уже не к нему раз не успели при жизни. Уже к сыну. Сказать. Мы покупаем. Все что у нас в саду растет. Вот. Мы нанимаем сторожа. Мы говорим. Есть. Есть. Который будет там жить. Хорошо ему заплатим. Который должен сохранить. Пока мы несколько лет будем отсюда. Вывозить все. И рассылать все. Все институты. Все что растет у него. Да. Черевушки достаточно мягкий климат. Вот. Лучше сибирский. Но. Конечно. Подмосковье. Теплее. Там. В Рязани. В Липецке. В Питере. Это самое. В Магнитогорске. Вот. Везде теплее. То есть. Черешни эти могли разойтись по всей стране. Если не делать так. Что вот из восьми веток. Пять лишних. На каждой вере. Если вот этой глупостью не заниматься. То тогда получается. Это все должно расти. И вот. Пусть я. Я знаю. Я говорю. Пустоту. Но. Я не имею права не говорить. Что. Долг. Науки. Использовать его. Пусть он ушел непризнанным. Но. Все таки. Чтобы. Память никаких не дождешься. Понятно. Но. Хотя бы. Выкупите. Каждую веточку тогда быть срезана. Зимой срезана. И разослано. Все что можно. Резать. Вот. До этого. Осенью. Собрать все. Там будут. Получается. Не тысячи. Какие там тысячи. Это так много. Десятки. Сотни тысяч. Косточек. Должны. Быть. Все оттуда собрано. Вывезено. Вот. Специальная комиссия. Которая должна. Эта. Технология его. Книги найти. Вернуть. Вот. Видели девочку. Вот. Он мне продал книги. Вот. Он мне подарил книгу. Я ее отдал. Она пошла по рукам. И исчезла без следа. Вы представляете как обидно. Кто-то знает. А как книгу надо раздобыть. А я откуда знаю как. Вот. У этой девочки. Вот. Морские. У нее есть книга бодра. Надо одну книгу иметь для того, чтобы восстановить все. Вот. Всю его технологию. Технологии. Поняли. И тогда его жизнь будет прожита не напрасно. У нас еще десяток таких же садоводов его уровня. Его степени таланта. Даже гениальности. Вот. Я про всех рассказывал. И про бодра рассказывал. Ничего не меняется. И опять. Помните. Вот эти мои слова. Вот. Про тоску. Вот. И опять веет тоской. Но я не имею права молчать. Вот. Очередной фильм. Выходит. Вот. Очень мало будет просмотров. А наука. Знаете, покойный. Второй из нескольких тех, которых я называю современными видениями. Заметьте. Среди них нет труда ученого. Вот. Единственное, кто может быть поставить наравне с нашими ребятами. С садоводами любителями. Выдающимся. Это может быть Ирина Исаева. У нее есть мировое достижение. Может наука так и не поняла, что она открыла. Но об этом я уже рассказывал в своих вебинарах. Вот. А второй и чуть ли не последний наш гений сибирский это Латинков. Ирина Алексеевич. Вот. Который. Тоже должен был бы быть исследован. Обследован. Пусть даже после его смерти. Вот. Царство Небеса. Вот. Видите сколько я говорю. Вот о чем тоской веет. Вот. Это два забытых. Нет. Не так. Не забыть. Два неоткрытых наукой. Зачем у них свои. У нас денег назначают. Выдающихся назначают. Заслуженных назначают. Скажите что-то не так. Назначают. А настоящие вот они. Уходят один за один. Все друзья. Да. Тормеет тоской. По другому не могу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.